После пожаров Кемерово волна внеплановых проверок накрыла торговые центры по всей стране. Специалисты изучают исправность сигнализации, систем пожаротушения и проверяют пути для эвакуации. Соответствующее распоряжение дала генпрокуратура. Сегодня начались проверки кинотеатров и торговых центров Чебоксар. Вот как сюда сейчас не подсоединишься, полугайки, и этот, вот этот двойной скатся должна быть. Даже общественные резонансы и повышенное внимание к торговым центрам по всей России не стали поводом самостоятельно проверить свою систему. Это сейчас недочеты кажутся несущественными. В случае пожара могут превратиться в роковые. В случае пожара двери должны закрываться при помощи этого доводчика, для того, чтобы дым не уходил на пути эвакуации. Сейчас тренировка показала, что охрана не обеспечила закрывание этих доводчиков. Сотрудники МЧС и прокуратура обходят этаж за этажом. На лестнице должны быть знаки безопасности, обозначающие эвакуацию людей по лестничной клетке, по направлению вниз, на каждом лестничном марше. И двери ни в коем случае не заперты. Ломать не хочу, конечно, но что-то она это, от легкого нажима она не это. Здесь замок. Ну, видите, ее невозможно открыть. Обязательно проводят учебную тревогу, насколько быстро люди покинут здание и найдут ли выходы. Здесь, на первый взгляд, все в порядке. Персоналы посетителей вывели за 8 минут, но выявились и слабые места. Мы в кинотеатре находились, в детском. Ну, на детском сеансе оповещений не было слышно в самом кинотеатре. Из коридора родители пришли за своими детьми, нам сообщили. А никто из сотрудников не подошел? Нет. Ну, у нас всего 4 человека было на детской премьере. Из сотрудников никого не было, родители пришли за своими детьми. Ну, двери были открыты? Ну, двери были открыты, да. Хотя бы так. Уровень громкости в коридоре меряют децибелами. Норма от 75 до 120, чтобы услышать, но не оглохнуть. Показывает в среднем 82. Норматив входит. В кинозалах должна быть обеспечена слышимость сигналов речевого оповещения о пожаре. Они могут находиться и вне помещения, но на 15 децибел должно быть выше уровня постоянного шума. Это проверяют опытным путем. Цифры не соврут. Заново запускают систему голосового оповещения. В ходе в кинотеатр звук эвакуации отчетного слышно. А знают ли о нем люди, которые сейчас смотрят? Датчик стоит 65 децибел максимально составил значение. Дву мыши на 10 децибел. Плюс ответ был 10. Двери на лестнице для эвакуации открыты. Это наглядно демонстрирует управляющий кинотеатром. Но вряд ли они помогут тем, кто даже не узнает, что за дверью кинотеатра случилась беда. Сделаем автоматическое отключение всех проекторов, как только сработал сигнал тревоги. То есть гость не сможет даже не то чтобы не услышать. Прекращается фильм, включается свет и далее идет тревога. Когда срабатывает сигнализация, лифт автоматически отправляется на первый этаж и блокируется. Запускаются системы дымоудаления. Их тоже тестируют термоанимометром. Максимальное давление скорости воздуха 2,6 метров в секунду. Расход максимальный 3099 метров в кубе в час. Полученные цифры сопоставят с нормами, которые прописаны в проекте здания. И уже после все нарушения и недочеты оформят в предписании, чтобы их обязательно устранили. Такие тотальные проверки предстоят 24 торговым центрам республики. Закончить их должны в двухнедельный срок. Ирина Волкова, Александр Петров, Республика.